Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Эвострой, и с сегодняшним проектом мы представляем двухэтажный дом с двумя эркерами и двумя кабинетами. Двухэтажный дом – это самый популярный тип загородного жилья. Это оптимальное решение по соотношению цена-качество, а также за счет второго этажа можно значительно увеличить жилую площадь. Представленный дом спроектирован для большой семьи, для жильцов предусмотрен хороший набор помещений. Строение выполнено в европейском стиле, его площадь составляет 225 квадратных метров. Такое массивное здание требует надежного основания. В этом проекте мы применили усиленный фундамент, состоящий из монолитной железобетонной плиты с ростверком. Толщина плиты составляет 300 миллиметров. Для наружных стен берутся газобетонные блоки 400 миллиметров. Таким образом вы получаете теплые стены толщиной 40 сантиметров, что оптимально для условий средней полосы России. В качестве перекрытия между первым и вторым этажом заливается монолитная плита. Чердачное перекрытие облегченное, выполнено по деревянным балкам. Между вторым этажом и кровлей обустроен холодный чердак. На кровлю укладывается металлочерепица. Оделка дома выполнена облицовочным кирпичом. Этот прием, когда берутся кирпичи, близкие по цвету, но в различных оттенках, называется баварская кладка. Очень популярная сейчас метод отделки фасадов. Поэтому дом выглядит современно и актуально. Дом украшает два больших эркера, расположенные на переднем и заднем фасаде. Может возникнуть вопрос, для чего нужны такие достаточно сложные элементы в конструкции дома? Во-первых, здание с эркером выглядит намного интереснее и выигрышнее, чем просто прямоугольная коробка. А во-вторых, это еще один способ увеличить внутреннее пространство без увеличения количества этажей. А также лучше освещенность и отличный панорамный обзор. При этом права будут и те, кто считает, что эркер заметно удорожает строительство. Да, бюджетным вариантом дом с эркером, а тем более с двумя не назовешь. А еще нужен очень внимательный подход к утеплению, но все же преимущества эркеров значительно перевешивают минусы. Давайте проследуем в дом и посмотрим, как он обустроен внутри. Внутрь ведет просторное крыльцо площадью 16 квадратных метров. Тамбур площадью 3 квадратных метра может использоваться как место для хранения. Он проектировался с учетом того, что в нем будет располагаться гардеробная система. За тамбуром находится большой холл площадью 28 квадратных метров. Сразу же у входа располагается котельная площадью 6 квадратных метров. Отсюда тепло расходится по всему дому. Котельная спроектирована в соответствии со всеми противопожарными нормами, то есть имеет необходимую площадь, окно и отдельный выход. Еще одно помещение, расположенное у входа, это гостиная. Ее площадь 22 квадратных метра. И, конечно же, на гостиную приходится один из эркеров, который увеличивает площадь, насыщая пространство воздухом и светом. Из гостиной можно выйти на кухню. Кухня довольно большая, площадью 18 квадратных метров. Кроме рабочей части, сюда легко войдет обеденный стол. Окно выходит на боковой фасад. Вторая дверь из кухни снова приведет нас в холл. На первом этаже расположена спальная комната, площадью 24 квадратных метра. Это просторная комната. Сюда войдет большая кровать, вместительная гардеробная система, рабочий стол. Часть комнаты занимает эркерная ниша, а окна эркера выходят на задний фасад. То есть спальня не только большая, но и очень светлая. Соседняя комната имеет площадь 16 квадратных метров. Функционально это кабинет, но периодически может использоваться и как гостевая спальня. Часто в доме гостевая спальня большую часть времени пустует, поэтому рационально будет совместить ее с кабинетом. Осталось осмотреть санузлы. Один из них это туалетная комната площадью чуть более 2 квадратных метров. Здесь удобно помыть руки, например, придя с улицы. Рядом располагается ванная, куда войдет необходимый набор сантехники. Площадь ванны около 4 квадратных метров. Давайте посетим второй этаж. Лестница состоит из двух маршей и центральной забежной площадки. Для освещения предусмотрено боковое окно. Пол второго этажа имеет угловую форму и занимает 20 квадратных метров. Осмотр начнем с ванной комнаты, занимающей около 6 квадратных метров. Большим плюсом ванны является наличие окна, а места достаточно для всей необходимой сантехники и полноразмерной стиральной машины. Следующее помещение – гардеробная, площадью 3 квадратных метра. Здесь также предусмотрено окно, поэтому небольшое помещение выглядит светлым. Следующая дверь приведет в спальню. Комната располагает площадью 22 квадратных метра. Ее украшает эркер, выходящий на главный фасад. Всего здесь 4 окна, поэтому спальня будет залита светом. Еще одно техническое помещение – это кладовая, площадью чуть менее 4 квадратных метров. Кладовая не имеет наружных стен и, соответственно, окон. Освещение исключительно искусственное. Рядом с кладовой находится туалетная комната, которая по размеру и функционалу повторяет туалетную комнату первого этажа. Перемещаемся в кабинет площадью 16 квадратных метров. Здесь также предложен смешанный функционал, то есть кабинет может превращаться во временную спальню. Рядом с кабинетом расположены еще одна спальня. Это светлая, удобная, просторная комната площадью 24 квадратных метра. Обстановка в ней полностью располагает к комфортному отдыху. В эркерной нише можно поставить кресло и журнальный столик. И еще одна спальня площадью 18 квадратных метров располагается между эркерными комнатами и имеет слегка удлиненную форму. Единственное широкое окно этой спальни выходит на боковой фасад. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok